Бюджет Тульской области Поэтому как только мы имеем информацию о том, что динамика поступления доходных источников увеличивается, разумеется всегда есть необходимые расходы, которые нужно профинансировать, поэтому уточнение бюджета всегда было связано с наличием новых финансовых возможностей. Если говорить о темпах роста собственных доходных источников консолидированного бюджета, подчеркну, то они составили порядка 116%, в то время как в целом по Российской Федерации всего 102% с небольшим процентом. То есть у нас мы на 14% в среднем, да, выше среднего показателя? Мы занимаем третье место в Центральном федеральном округе по росту собственных доходов. Не, прошу прощения, третье место в России и первое в Центральном федеральном округе. У нас обеспечен рост практически всех доходных источников, это основных, это налог на прибыль, то есть наши предприятия показали неплохую динамику. Конечно же, в разных отраслях ситуация складывается разная. То, что касается Тульской области, да, у нас прирост весьма существенный. Опять же, подчеркну, по сравнению с 2012 годом. Но это за счет, наверное, таких крупных промышленных предприятий, да, все-таки? Да, это крупные промышленные предприятия, не последнюю роль здесь сыграла эффективная работа управления налоговой службы по Тульской области, которая достаточно эффективна в рамках контроля экономической работы, да, начислили дополнительные налоги и удалось их взыскать. Если говорить о налоге на прибыль, это один доходный источник, который значительно вырос. Второй доходный источник, который вырос достаточно значительно, это поступление акцизов. Не последнюю роль здесь сыграла наша Балтика, которая наращивает объемы производства подакцизной продукции. И разветывание нового предприятия, у нас есть фирма «Медведь», которая выпускает ликероводочную продукцию. Это также производитель подакцизных товаров. С точки зрения структуры доходных источников, у нас самый большой удельный вес, порядка 29%, это налог на прибыль, порядка 28% это акцизы. Налог на доходы физических лиц тоже примерно на том же уровне. Если говорить о налоге на доходы физических лиц, то здесь есть четкая взаимозависимость между ростом заработной платы, как мы прекрасно понимаем, и налогами с нее. То есть налог на доходы физических лиц растет, разумеется, в прямой зависимости от роста заработной платы. А поскольку мы занимались указами президента, в том числе увеличением заработной платы в бюджетной сфере, то часть средств, которые уходят из бюджета, возвращаются в форме налогов обратного бюджета. Бюджет Тульской области около 50 миллиардов. Вот в сравнении с другими субъектами Центрального федерального округа много, мало? С точки зрения общего объема, здесь в прямую сравнить много или мало. Да, мы в серединке в ЦФО, мы где-то по доходным источникам из 18 субъектов Российской Федерации. Восьмое, девятое, седьмое колеблется в зависимости от того, какие параметры посмотреть. То есть мы середнячок по объему собственных доходов. Но в то же время сравнивать нужно не объем собственных доходов, а в том числе и расходные обязательства. Вот по расходным обязательствам. Сейчас перед всеми субъектами стоит задача в 2016 году все указы президента выполнить. Вот бюджет Тульской области выдержит? Там даже не к 2016 году, а значительно более длинный срок. Там до 2018 года ряд задач поставленных. Если говорить о трехлетнем бюджете, я вам скажу следующее. Не один, наверное, бюджет субъекта без федеральной помощи в полном объеме одолеть те высокие планки, которые поставил президент, наверное, не в состоянии. Потому что доходная база бюджетов субъектов не сильно велика. Я бы сказал следующее. Как показывает практика 2012 года и 2013 года? Нам достаточно активно помогает федеральный центр. Если из собственных доходных источников возьмем, например, чисто прирост заработной платы. То, что делалось в 2013 году. Собственных доходных источников было на эту цель направлено, не ошибусь, где-то порядка миллиард 300, миллиард 400, это доходы бюджета области. В то же время свыше 900 миллионов это помощь федерального центра в виде бесцелевой дотации. Да, значительная. Конечно, нас беспокоит тот факт, что в целом в размере эта дотация остается примерно на том же уровне, вот на 2014 год запланирована. А обязательство стало больше? 24 миллиардов. То есть, если первоначально, я вам говорил, чуть больше двух было, вот 900, приплюсуемые 1,3, 1,4. И как же выполнять? В таком случае мы будем искать внутренние резервы. Возможно, выжимать придется какие-то программы, потому что задачи, поставленные президентом, и задачи, которые поставлены губернатором, первоочередной вопрос – это выполнение майских указов президента. В 2013 году исполнение бюджета на уровень 95%, правильно? Если мы говорим об исполнении бюджета за год, с точки зрения связи его с последним уточнением. Вот мы в декабре месяце проводили уточнение бюджета, да, к плановым параметрам на уровне 95%. Почему 95%, а потому что в прошлом году, в 2012 году, был 92%. То есть мы растем, мы молодцы в этом году. Это первое. Второе. Никогда, никогда в жизни не может случиться такое, что исполнено будет 100% по расходам. Но чудес просто-напросто не бывает. Здесь масса других фосмажорных обстоятельств и таких факторов, которые, ну, можно причислить к объективному. К примеру, простой пример, поступление средств, которые запланированы на декабрь и на ноябрь. Ведь налоги поступают в том числе и в ноябре, и в декабре. С точки зрения проведения конкурсных процедур, которые федеральное законодательство предусматривает не менее двух месяцев, разве можно эти средства истратить в течение двух последних месяцев? Если они еще пришли средства не в ноябре, а в декабре, да? Я вам могу сказать, что у нас и 30-31 были поступления. То, что поступают в декабре месяце априори на мероприятия, скажем так, связанные с какими-то выплатами, ну, там, по законам Тульской области, какими-то социальными выплатами еще потратить можно. Но, скажем, какие-то глобальные вещи на транспортные цели, на дорожное строительство, невозможно провести конкурсные процедуры, чтобы потратить эти деньги в полном объеме. Поэтому есть и переходящий остаток дорожного фонда на следующий год, есть и переходящий остаток наших собственных средств, что не является. В общем-то, плохим, на мой взгляд, эти 95, у нас там, по-моему, 95,6 процента, совсем неплохой показатель. Мы вышли на начало года с собственными доходными источниками на остатках порядка миллиарда. Мы прекрасно понимаем, какие в стране налоги в первую половину января. Какие могут быть поступления в первую половину января? Абсолютно никакие. А финансировать учреждения надо. Должен быть переходящий остаток. Переходящий остаток – это наша подушка безопасности, которую мы используем на уровне января месяца. Сейчас долг Тульской области критичен? Мы прекрасно понимаем, что, во-первых, есть установленные законом параметры возможного существования госдолга. Он не должен превышать объем собственных доходов. Без федеральных денег, без отмененных межбюджетных трансфертов. Следовательно, если говорить о том долге, с которым мы начинали 2013 год. Да, он вырос значительно, где-то процентов на 60 он вырос. У нас было 8,4 миллиарда, сейчас у нас 13,9. То есть, прирост весьма серьезный. Чем обусловлено? Опять же, тем дефицитом. В Тульской области по исполнению бюджета 2013 года самый высокий дефицит, что как раз говорит о том, что эффективно использовали средства, и удалось многие программы выполнить на 100%, на 95%, на 98%, то есть потратить средства. У нас дефицит 5,3 миллиарда, такого дефицита не было никогда. Для сравнения в прошлом году 2,2 миллиарда был. Для того, чтобы профинансировать эти мероприятия, эти дефицит, как мы понимаем, это разрыв между доходами и расходами. Для того, чтобы каким-то образом насытить деньгами эту недостающую разницу, мы должны заимствоваться на рынке, на внешнем рынке. Что и происходит? Мы размещали облигационный займ. Другой вопрос... Успешно, насколько я помню, да? Успешно. У нас один из самых лучших. Результатов 7,98% это у нас купонный доход. Мы прекрасно понимаем, что длинные кредиты даже в банковской сфере под такой процент взять абсолютно невозможно. Вот, поэтому говорим о приросте госдолга. Да, объективно он прирастает. Но если говорить о соотношении объема государственного долга с собственными доходами, то у нас же и собственные доходы растут. Мы с вами уже об этом говорили. Если взять, например, ситуацию, у нас госдолг был в начале 2011 года, к примеру, на уровне, по-моему, 7,5 миллиардов рублей, а собственных доходов было там где-то 35. Вот если примерно сопоставить нынешнюю ситуацию, у нас сейчас на 1 января госдолг 13,9 миллиарда, доходы мы планируем на уровне 45 и собственные доходы 45,8. То есть это где-то в районе 30%. Ну вот, а по размерам мы где по градации есть? Давайте по ЦФО. Есть куча субъектов, в которых ситуация значительно хуже. К примеру, Вологодская область подбирается к 100% государственного долга. Но это практически регион банкрот, правильно? Практически, да. Серьезная ситуация в Мордовии, хотя это не ЦФО. Очень серьезная ситуация с размером государственного долга у наших ближних соседей Укологии. Процент не скажу, но значительно выше, чем у нас в объеме собственных доходных источников. То есть наши 30% в настоящий момент, я бы сказал, не вызывают особенно серьезной озабоченности. А будет ли в 2014 году расти размер долга? Госдолга? Потому что есть же вот это понятие неконтролируемый долг, которого все и боятся. Нет, вот этот неконтролируемый долг, есть законодательно установленный предел, не выше 100% собственных доходов. Это раз. То есть резерв у нас впереди большой, но никто не собирается заимствоваться именно на таком уровне, чтобы догонять в данном случае негативно в Вологодскую область. Речь идет немножко о другом. Рост госдолга, во-первых, должен иметь нормальное соотношение, 30% у нас это нормальное соотношение. В течение года он колеблется, он бывал в течение этого года и 22%. Все зависит от временных точек, на какие мы расставляем акценты с точки зрения привлечения заимствований. А на что мы расставляем акценты? Надо разместиться в выгодное время, по выгодной ставке. А когда выгодное время? Для этого мы привлекаем генеральных агентов в лице крупных банковских структур, которые занимаются такого рода консалтингом и информируют нас о необходимых параметрах размещения. То есть и самостоятельно мониторим ситуацию, в том числе изучаем. Я не буду сейчас говорить, когда именно выгодно. Специалисты в этой сфере знают даже временные параметры в рамках года, когда выгоднее размещаться. Деньги, которые область получила по федеральным программам, все зарасходованы? Или придется что-то возвращать? Нет, не все. Освоение средств, в данном случае по федеральным программам, имеет процент чуть ниже, чем, собственно, денежных средств. Это, по-моему, порядка 94%. Какая отрасль больше всего вернет денег? Это, правда, не федеральные деньги. Это средства фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Безусловно, ряд муниципальных образований не в полном объеме обеспечивают в те сроки, которые необходимы. По объективным, по субъективным причинам программы по переселению из ветхого жилья, строительство новых домов и так далее. Поэтому те средства, которые в рамках софинансирования нам предоставляет фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства, федеральный, это структура, скажем так, околобюджетная федеральная структура, то в данном случае эти средства, часть средств нам не удалось получить в этом году, но они переходят на следующий год. Если в следующий год будет более активное строительство, значит мы получим средства с учетом и текущего года. Это, пожалуй, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Многие эксперты говорят, что 2014 год будет сложный. Вот вы как его оцениваете? К чему готовиться? Готовиться всегда нужно к сложностям, но рассчитывать все время необходимо, конечно же, на лучшее. С точки зрения 2014 года и того бюджета, который сейчас уже принят, мы просматриваем пока перспективу вполне ясную для Тульской области. Те программы, которые начаты, будут продолжаться, те ключевые моменты направления средств в развитие тех или иных сфер, как хозяйства, так и социальных объектов, сформулированные губернатором, разумеется, будут продолжаться. Экономическая политика понятная. Понятная политика с точки зрения привлечения инвестиций и осуществления инвестиционных проектов на территории Тульской области. Да, мы пока еще в настоящий момент в первоначальном бюджете видим некоторые необеспеченные до конца потребности. Это, скорее всего, по социальным программам? По социальным программам. Ну и, кстати сказать, нам не удалось в первоначальном бюджете обеспечить полностью и, скажем так, сумму на финансирование указов президента по повышению заработной платы. Но начальный бюджет и не обязательно должен быть сориентирован на эту цель. Я имею в виду, что дополнительные доходные источники – это не единственный источник для решения этой проблемы. Серьезные источники находятся внутри отраслей. Та система оптимизации, которая сейчас проходит, система эффективных контрактов, в данном случае призвана, с одной стороны, решать проблему, скажем так, нахождения средств внутри самой отрасли за счет более эффективного хозяйствования. Потому что бюджетная сфера, она в конечном счете уже сейчас, вот с точки зрения оказания государственных услуг, она уже вполне приближается по своей сути к коммерческой сфере. Не с точки зрения того, что она платная, нет, она содержится за счет бюджета, но с точки зрения тех требований, которые предъявляются людьми к бюджетной сфере, здесь идет уже некоторое сближение. Поэтому мы рассматриваем с точки зрения обеспечения выполнения указов президента, в том числе и внутренние резервы. Спасибо вам за интервью. Спасибо.